добрый вечер всем если кто-то сейчас присоединится наконец-то я добрался до места где есть нормальная связь секта точнее зона а это вообще кошмар там как бы если если и связь как бы есть то только дает возможность читать текстовые сообщения ватсап не более того то есть ни о каком видео никаких трансляциях речи вообще нет я сейчас добрался до зоны b и здесь наконец-то появилась связь и я получил сразу там 200 звуковых сообщений которые до этого не могли пройти поэтому как бы я там записал видео я записал там небольшое видео из нашего сектора 11 но загрузить это видео я не мог по той же самой причине что связи не было вот я сейчас пришел и только сейчас я увидел что наконец-то этот ролик который я снял пять часов назад наконец-то дополз до ютюба то есть я через там пару минут когда закончу этот стрим я просто этот ролик заброшу в сделаю ссылку на youtube вы сможете посмотреть что я там снимал или ай мы сейчас секторе нашим b2 ребята буквально пару минут назад взяли карпа ну судьи уже были здесь судьи уже взвесили рыбу рыба получилось 2 с кусочком сейчас я гляну таким кусочком точнее даже не гляну я покажу это просто вам вот два пятьсот двадцать пять это хороший очень признак наш поставщик снабжает водой команды благорядном здесь буфеты можно относительно быстро на велосипеде съездить и привести водички по крайней мере вот я просил фант как всегда драмов там наш тренер за палаткой дает тайные указания спортсменам чего надо делать а чего делать не надо говорится у андрея никогда не бывает так чтобы где-то он не встрял поэтому буквально вот пару минут назад по дороге сюда сезоны а каких-то тут полтора два километра пешком я стал свидетелем очень безобразной сцены когда один из членов казахской сборной не участников как бы да я не знаю какова его роль в команде он с дикими криками кидался на англичан что-то пытался им доказывать там было прямо чуть не до драки но если я не мог мимо пройти я в это дело влез пытаясь успокоить две стороны и понять что же произошло как бы ну из этих вопли я понял что этому казахскому спортсмену показалось что англичане забрасывают свои оснастки в их свим в их сектор при этом он кричал очень громко нецензурно выражался требовал призывать сюда он всех судей чтобы зафиксировать нарушение это преступление вот когда англичане пытались поднять удилище показать ему направление лески он не поняв их намерение решил что они собираются вымотать если там скрыть улику начал на них опять пидаться и орать не трогай удочки на что капитан ну не капитан как бы зам капитана зам на роба сказал что вообще что за херня такая как бы на соревнованиях спортсмен можно делать судилищами все что он хочет никто не имеет права ему запрещать это делать ну короче тут набежало еще 20 судей набежало 50 зрителей короче был еще тот театр в итоге прибежал и роб при прикатил на велосипеде тоже пытался в это дело вникать самая большая проблема была в том что этот товарищ в общем-то как и все члены казахской сборной по английски не говорят ну вот и соответственно то что они пытались доказать англичанам те не понимали а соответственно и обратная ситуация то что начали им говорили они не понимали ну как всегда рядом был авиатон вы же понимаете надо должен был влезть и помогать всем вот но в итоге разобрались оказалось что в одновременно член казахской сборной точнее даже это капитан который действующий он работал как раз в свиме он кормил получилось два параллельных заброса они забрасывали свою оснастку капитан забрасывал свою и этому третьему наблюдателю на холме показалось что когда он видел всплеск он не разобрался что всплеск был от удилища его спортсмена они английского и как бы всплеск был правильный в зоне именно их казахской команды ну короче ну вы поняли да вот это вот ошибка и я единственно чего не понимаю зачем но даже если бы это реально произошло даже если бы реально англичане попали случайно свим казахов но для чего устраивать такой дикий этот типишь как бы можно было спокойно подойти сказать ребята мне кажется что вы попали в наш свим если бы это было правда они бы подняли просто удилище показали блеску то может быть все бы разрешил да да если бы например это было правда не просто вымотали искали извините ребята ошибка вышла все для чего матея а что это значит что я должен дать кому в б-сектор гулять у нас 40 метров это хорошая штука нету 40 метров особенно на воде я уже об этом говорил и не один раз своих стрима о том что есть зоны где была такая возможность вот например сектор b2 вот у вас 40 метров и вон там сектор b3 все нормально я сейчас нахожу в секторе рома b2 у братьев вильсона матея я все я в би я вот здесь я в b2 и как бы на воде во многих местах вот как бы есть места где есть только правый маркер который обозначает правую границу сектора соответственно просто визуально команде говорят у тебя есть 20 метров влево от этого маркера а и сектора где у тебя маркеры стоят как бы один за другим так что у тебя как бы твой правый маркер он является левым для кого-то другого уже ну вот поэтому здесь сложнее особенно ночью естественно маркеров этих а разу часть из них светится братья вильсон и вам от ромы огромный респект передает вам наилучшее пожелание короче вы молодцы вот да это прямой фильм в прямом эфире товарищ помощник уши скажи я поднимаю этот бутерброд он ел в прямом эфире да вот уже как бы время наше место это 5 часов 30 минут через час через час заканчивается как бы время нашего пребывания здесь когда нам надо будет покинуть парпорон в чате да он тебя говорит это кто там вот он тебя сейчас видит парпорон ромик как ты обещал да если мы в десятке ты приезжаешь нас встречать в аэропорту до я показывал рома отмотай назад и ты увидишь таблицу я могу еще раз показать их таблицу нет проблем мне не жалко если меня не задавит кто-нибудь не подвезли рыбу стас все в порядке все нормально тренер сделал как указание дал четкие указания на ночь команды все знают что нужно делать дистанции что где как все нормально как бы мы верим что сейчас сейчас попрет вот я как бы прошелся я прошелся фактически от ну вот а 11 да я прошел раз сюда я не могу сказать что прям там такое огромное количество рыбы у команд очень много команд с одной рыбой с двумя рыбами вообще ты без рыбы куча я видел секторов усатый усатый я грешу ты старый и он тебе еще ты ему должен еще два ресторана понял а кто получил пенальти алекс алексей я не понял каких пенальти идет речь вот это тоже вводит заблуждение кстати тоже спрашивали несколько раз почему написано пенальти пенальти так называется действительно балл в таблицах расчета соревнований изначально как бы получается что все команды наказаны что они получают самый высокий штрафной как бы балл до 28 по количеству сборных это наказание поэтому пенальти потом когда команда берет рыбу она поднимается вверх и ее наказание в виде этих баллов уменьшается чем ниже балл тем выше команда находится в таблице чем выше команда находится в таблице если это происходит в трех зонах соответственно общий результат сборной то же самое поднимает ее высоко наверх вадик тебе привет от ромы да все в прямых эфирах да бой идет последняя ночь поехал чабо венгерский капитан всем привет всем привет как говорится вот здесь вот и здесь катран у нас тоже красиво так разместили вот здесь вершится история да здесь вершится история ребята кормят последнее кормление перед ночью ну как бы опять же последней ночью можно кормить ракетой некоторые команды я слышал руку вы ракеты кобра извините ракеты господи шум чушь несу дать хочу тебе одного несчастного тренера не укокошил не до коброй можно кормить руками если забросите конечно лопатой лопатой нельзя сказали сразу на этом на митинге что никаких лопат они увидели у нас просто три лопаты поняли что мы собираемся ночью кормить то холодно уже да ты знаешь ты в этом похоже на хирурга если честно голубой халат не будет свет а крест на кардинал вражина оказывается на нет ника ну да кардинал точно тренеру респект от слова мазуренко спасибо славе привет слышишь тебе рома пишет что если зайдут в пятерку сборная кушает у него рома я не согласен с этим я тоже не согласен и мы договаривались пусть хотя бы если мы зайдем десятку пусть он сначала нас встретит в аэропорту как я обещал ну подожди это хороша шина это новый год это как раз это мы прилетаем в ночь новогоднюю ночь пусть это съем с елочкой приезжает новогоднюю костян находится в зоне c костя в секторе c 23 я думаю что завтра меня там олег сегодня уже не попаду уже поздно пока можно доехать чтобы поцеловать ворота и уйти назад чего не выдумывает рома я не понял о чем ты сейчас говоришь он торгуется не хочет прийти от ворота да я понимаю а тут народ гасает на велосипедах туда-сюда тренер гасает на велосипеде тоже велосипед здесь незаменимая вещь судьи все на велосипедах ездят причем на обычных не на электро я могу сказать что несмотря на то что велосипед использовался достаточно активно батарею фактически даже наполовину не разрядили а батарея здесь на на 100 километров ромчик ну прекрасно завтра у олега днюха да мы знаем но вопрос том каким образом он собирается это праздновать завтра и приглашать тебя в гости на стол я не могу зайти в сектор всех там уже заходить только олег как с капитан что не знаете правил вот это вот линия двойная это граница за которую мне переступать нельзя я могу зайти в принципе в центр в этой линии изображая себя журналиста но для этого на мне должна быть накидка слышишь олега он угрожает что он приедет завтра сюда день рождения твой ты же на стол накрываешь второй капитан у нас гена хайкин ну в принципе иногда его замещает игорь сандлер как у нас два как у нас два вторых капитана до 1 майки другой без они периодически майками меняются то есть как бы игорю заходить в сектор в зоне c ему запрещено он сектор не заходит он находится за пределами он изображает из себя помощника раннера скажу вам что становится реально прохладно как только солнце начинает заходить куда-то за лес температура падает просто в разы я думаю что если буквально час назад было плюс 24 то сейчас уже мне кажется что 16 не больше не пар показа рта еще не идет но а дрямов этот а подожди секунду я не понял а что рома что он должен снять внутри сектора подскажи мне пожалуйста что он должен снимать внутри сектора наживки что то что там есть такого что я что я как бы что ты не видишь того что я снимаю снаружи ты же прямо с прекрасно понимаю что этот стрим видит куча народу и как бы что что он может показать изнутри помост грома ступеньки можешь не приезжать не встречать нас в аэропорту снимать внутри не будет чего вы не видите объясните мне чего не видно вот чего не видно ну расскажите мне сектора не видно так он не помещается в кадр извините он у нас большой и зайдя внутрь он меньше не станет как бы ну не знаю что то что можно еще показать что не видно вот сектор вот палатка вот стул который как бы тренер иногда забирает вот фернандо фернандо поехал для кастро как бы я не знаю что еще можно показать я могу отойти подальше от сектора чтобы захватить его целиком ну тогда еще хуже будет видно помогу на рыбах рискается вот так выглядит сектор ринг точнее сектор называется вся эта полоса которая седой все нормально проблему решили еду доставляют доставляют задержками потому что тут разводят одна машина она приезжает начали сюда пока ну как бы ну в зону b пока тут развезет потом зону а ну короче это очень долго в итоге как бы команды получают на задержка по четыре часа иногда поэтому очень многие эту проблему решили по-другому они посылают своих гонцов в этот местный буфет который вам показывал раньше и в этом буфете просто покупают тут же гамбургер или еще что-то и привозят вот как-то так он наши соседи румынская команда ну заброс посвистел ну как бы а это кормление понял почему так долго целился непонятно ладно это ей проблем проблемы вот темнеет народ я как бы буду заканчивать этот короткий стрим который мне был запланирован вообще просто друг увидел интернет и понял что можно выйти в эфир и вышел уже как бы новостной будет вечером обобщу все что было сегодня забыл к сожалению что где был ну как не забыл я про него помню про брифинг капитана в три часа дня но так как попасть туда возможности у меня не было нормальной то я туда просто не поехал а оказывалось там раздавали билеты на завтрашнее закрытие на гала ужин вот ну к нашему счастью там оказались наши украинские коллеги они забрали наши билеты передали их нашим ребятам в зоне а так что все нормально вот желаю как это вам всем хорошего шаббата сегодня у нас пятница правильно шаббат шалом вот и завтра в 1230 финальный свисток опять же я знаю как я сказал я хочу попасть в зону c и поснимать там хотя там снимать будет очень тяжело там очень темно это лес чем очень густой и снимать оттуда тяжко как бы мало что видно я не знаю если так интернет я туда кс по моему не делал стримов там я только фоткал вот будет весело если там интернета не будет да я просто зря потрачу время но не зря я всегда сниму на видео потом буду загружать это на ютюб а с ютюба буду скидывать ссылки на на фейсбук ну что делать такая же вот все ладно заканчиваем желаем ребятам беспокойной ночи работать работать еще разработать и и все всех люблю давайте лично вам скажу всех вас люблю всех целую обнимаю шаббат шалом заходите на вечерний стрим будет у меня на в районе ваших десяти вечера наших девяти вечера стараясь но сначала я все-таки сделаю на иврите тут пару слов для ребят на иврите скажу чтобы они знали что происходит потом на русском и не обращайте внимание на мой голос вы понимаете все всем спасибо до свидания